Датчик перемещения На одном конце дорожки мы установили датчик перемещения, а на другом – датчик силы. На дорожку поставили тележку. За счет сильных магнитов тележка отталкивается от датчика силы, не соударяясь с ним. Если бы магнитов не было, время столкновения было бы совсем маленьким, зато сила удара большой. А магниты позволяют увеличить время взаимодействия и уменьшить силу. Как же связаны между собой скорость тележки, время столкновения и действующая на тележку сила? Эту связь первым сформулировал великий английский физик Исаак Ньютон в своих знаменитых математических началах натуральной философии. Ньютон понял, что изменение импульса движущегося тела определяется произведением силы F на время ее действия дельта t. Математически этот закон записывается так. Дельта p равно F дельта t. Если сила постоянна, изменение импульса очевидно равно площади под графиком силы. Теперь посмотрим на графики из нашего опыта. На первом графике показано, как менялась со временем сила взаимодействия. Площадь под графиком силы равна 0,13 Ньютона на секунду. На втором графике показано, как менялся импульс тележки. Мы видим, что он изменился на 0,12 кг на метр в секунду. Если бы мы учли силу трения, это равенство было бы точным. Ведь Ньютоны на секунду и килограммы на метр в секунду – это одна и та же единица, только по-разному записанная. В следующем опыте на тележку будет действовать постоянная сила – вес небольшого грузика, переброшенного на нити через блок. Скорость отпущенной тележки меняется равномерно, а значит тележка движется с постоянным ускорением. Мы уже записывали второй закон Ньютона в форме дельта p равно F на дельта t. Импульс p тела с массой m равен mv. Если масса тела не меняется, изменение импульса дельта p в первой формуле происходит за счет изменения скорости. И тогда получается, что m дельта v равно F на дельта t. Перепишем это равенство в таком виде. F равняется m умножить на дельта v и поделить на дельта t. Но дельта v деленное на дельта t – это ускорение тела. Поэтому второй закон Ньютона можно сформулировать и так. Сила равна массе тела, умноженной на его ускорение. F равно mA. Чем больше сила, действующая на тело, тем с большим ускорением это тело движется. И хотя мы раньше уже измеряли силу в Ньютонах, только теперь мы можем дать настоящее определение этой физической единицы. Сила в 1 Ньютон – это такая сила, которая сообщает телу массы в 1 кг ускорение 1 м в секунду за секунду. Так что если у нас имеются эталоны массы, длины и времени, единица силы определяется автоматически. Продемонстрируем пропорциональность силы и ускорения в еще одном опыте. Мы прикрепили грузик на пружинке к датчику силы. Снизу поставили датчик перемещения. Обнулим датчик силы, оттянем грузик, отпустим его и снимем показания датчиков. Вот зависимость силы от перемещения. Сила пропорциональна и противонаправлена смещению груза. Это хорошо знакомый нам закон Гука. А вот зависимость силы от ускорения. Мы видим на опыте, что сила пропорциональна ускорению груза. Чем больше сила, тем больше ускорение. Законы Ньютона составляют фундамент физической науки. Движение удаленных небесных тел подчиняется им так же, как и движение грузиков в наших опытах. Восхищение современников гением творца классической механики английский поэт Александр Поуп выразил в двух стихотворных строчках. «Был этот мир кромешной тьмой окутан, да будет свет, и тут явился Ньютон». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова